всем привет мы сегодня начинаем проходить игру сигналис это у нас survival horror в принципе он сделан как silent hill либо resident evil будем разбираться на что же он все-таки больше похож так ну давай начнем я думаю игра будет очень атмосферная проснись а я в капсуле да в какой-то был окей я могу управлять персонажа как-то она немножко медленно ходит а где у нее ступни они видимо решили их просто не рисовать кстати наверное я думаю на бой более карикатурно вы со ступнями смотрелось и это все что можно сделать да а если я вот допустим туда пойду нет хорошо а бегать можно отлично прежде чем залезать и конечно все хочу попробовать посмотреть это у нас карта пока не очень информативно это инвентарь хорошо полезли наверх а когда оружие дадут здесь какой то есть проход замок сломан эту дверь нельзя открыть тогда по логике вещей можно открыть вот эту на вполне арту берем что это такое особенности ремонтный логический модуль реплики типа sltr такие же как вы служат нашей великой нации корабельными техниками на судах программы pen rolls они оснащены ремонтными логическими модулями которые позволяют им быстро без проблем восстанавливаться и чинить важное для выполнения миссии оборудование доступ к функциям rlm нажмите чтобы войти соответствующее меню ну так это инвентарь выберите предмет который хотите отремонтировать нажмите а чтобы открыть командное меню выберите пункт соединить чтобы войти в режим соединения а то есть мы будем в инвентаре предметы соединять как-то да в режиме соединения с помощью выберите второй предмет снова нажмите чтобы соединить предметы чтобы отремонтировать тело реплики укажите подходящий ремонтный предмет и просто выберите пункт использовать иногда очень полезно внимательно осмотреть предмет со всех сторон выберите в командное меню пункта смотреть чтобы войти в режим осмотра в этом режиме с помощью крестика поворачивайте предмет разными сторонами, чтобы смотреть его. Ну, ясно, объяснили немножко базовое управление. Что такое? Что делать? Статус обнаружен критический отказ системы, местоположение поверхность неизвестной планеты. Статус команды, гештальт, пилот, нет сигнала, реплика модуля активна. Из-за жесткой посадки произошло повреждение критических систем. Внимание, температура поверхности критически низкая. Пользуйтесь защитным снаряжением во время АВА-операции. То же самое мне прописали. А зачем мне дублируют это? Я же все на экране вижу. Как отсюда выйти? Ну все, я понял. О, я вышел. А если мы, допустим, нажмем на Enter? Ничего. Другие клавиши тоже не работают. В общем, чтобы я не нажимал, он мне все равно возвращает. О, забрать предмет. Да. Скотч взяли. Окей. Чтобы я на клавиатуре не нажимал, он все равно меня возвращает только на просмотр экрана. Ладно. В таких играх очень важно ничего не пропускать. И очень внимательно все осматривать. Здесь проход. Здесь закрыто. Точно? Какая-то книжка. Руководство по эксплуатации судна типа Penrose. Суда типа Penrose народного флота Евсана представляют собой недорогие корабли для исследования космоса и применяются за пределами Солнечной системы при поиске планет и лун, пригодных для заселения или богатых природными ресурсами с целью обеспечить непрерывный рост нашей великой нации. Все суда Penrose пилотируются гештальтофицером разведки, которому помогает реплика, специализирующая на наземной разведке и корабельной технике. Такая партнерская система, подразумевающая сотрудничество гештальто и реплики, доказала свою успешность в ходе многочисленных разведывательных операций в прошлом. Обоюдный контроль и поддержка позволяют добиться оптимальной эффективности как гештальтофицеру, так и реплике технику. Если я правильно понял, гештальтофицера мы пока еще не видели, а я буду играть за техника репликанта, да? То есть за киборга типа того. Когда судно с помощью орбитального рельса трона катапультируется в направлении периметра Солнечной системы, пилот может корректировать его курс с лентой палубы. Реплика занимается поддержанием исправности технических систем судна. Ладно. Пусть занимается, я же не против. Тут еще проход и вот здесь проход. Так, ну комнаты пока что тупиковые, это радует. Скоро, наверное, какие-то монстры на меня пойдут. Койка гештальтофицера. И тут нет никого. Записка опять. Грязная страница из дневника. Проснулась от крио-сна, наверное. В каком-то клубе я все думала. Эстер трела, полетная. Иногда у меня такое чувство. Дом. Непонятно. Много чего стерто. Гадать не будем. Просто пошли дальше. Это еще какая-то чья-то криокапсула. Возможно, это как раз гештальт этого офицера. Система диагностики криогенной капсулы. Ничего делать с ней нельзя. Ну давай подойдем. Ты чего? Давай все нажимаем. Я не знаю. Не работает ничего. То же самое. Я думаю, что должен какой-то код найти. Кстати, возможно, код где-то в записках. Подожди. Вот здесь слоты для каких-то предметов. А вот это тогда что? Как мне... Блин. А как мне посмотреть все? Не. Где тут у меня меню действия? Выберите предмет. Тоже не то. Вот. Хорошо. А как мне прочитать документы? Еще раз. Повторно. Это у меня все меню выкидывает обратно. Ладно. Может, назад пойдем? Сейчас вполне может быть какой-то проход открытым стать. Либо я что-то упустил. Уже. Где-то какой-то должен быть код. Я так думаю, чтобы открыть эту капсулу. Код, в принципе, мог бы быть в записках. А подожди, я еще вот здесь, кажется, не ходил. Я же по лестнице забрался, правильно? Это лифт. Подожди, подожди. Рановато. Кабина пилота. Ага. Вообще, кабина пилота. На панели монитора посадки и стыковки прикреплена выцелевшая фотография. Да. Заберем. Получен предмет фотографии. Пульт управления системами правого борта. Никакой реакции на нажатие. Вероятно, отказ системы питания. Господи, как тут все, конечно, сложно, походу. Пульт управления кораблем, судя по этим данным, вряд ли он сможет взлететь снова. Какие-то кнопочки-то можно нажать. Я, конечно, не пилот. Будем нажимать что-нибудь. Пульт управления входным шлюзом. Из-за жесткой посадки произошел критический системный отказ. А там вообще монитор разбит. Ладно. Кажется, больше ничего нажать нельзя. Мне бы лишний раз, конечно, дверь какую-нибудь не открыть, потому что мы же это как вот там, вот, холодно все. Даже так умею делать. Не знал, не знал. А в чем у нее сидение? Почему это? Что за белые пятна? Кто-то брызгал чем-то. Немножко необычная система осмотра чего-либо предметов. Во-первых, нужно осмотреть фотографию. Где она? Вот это. Вот она. Использовать, соединить, осмотреть. Вот он код. Вот так крутим. Ну все, я даже знаю, куда мне идти. Может на лифте прокатиться на всякий случай. Кстати, он, возможно, и не работает вообще. Карточка доступа нужна. Фу, хранится, а во скафандр. Пошел. Пусть хранится. До лучших времен. Ну да, здесь какая-то, видимо, требуется ключ от шлюжа. Ну и потом какие-то символы надо кошмарные выводить. Понял. Все, пошли туда, к этому. Как его там? А как отсюда выйти? Вот. Пойдем к капсуле. У нас где-то тут было, да? Угу. Так. Еще раз карточку. Ладно. Это у нас чик, 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 чик. Все. Я же нажал. Рано, что нет кнопки ввода прям. Типа я код набрал и соглашаюсь с этим набором. Давай еще раз. Ну, все верно. Так, либо мы должны исключить, наоборот, и вводить по черным клавишам. Тогда возвращаемся, хотя. Оп, оп, оп. Да? Или нет? Заработало. Да, все дело было в черных клавишах. И че, и че, и че. А там же нет никого. Ванна какая-то. Это криокапсула. И она пустая, кстати. Внутри криокапсула лежит две половинки разломанного ключа. Забрат предмет. Получен предмет ключ от шлюза. И у меня есть уже на этот момент... Подожди, подожди, подожди. Я хочу еще повнимательнее к капсуле этой порыться. А вдруг там что-то еще? Нет. Вот. Ну, сейчас соединим две половинки ключа скотчем. Соединить. Это магнитная ключ-карта позволяет получить доступ к управлению шлюзом с клей-наклинкой лентой. Тут же наверняка код на ней написан. Подожди. Осмотреть. Короче, если ты не нажимаешь осмотреть, то он прокручивает этот предмет быстро. Если ты хочешь более детально что-то осмотреть, тогда нажимаешь осмотреть и крутишь уже самостоятельно. Ладно. Хорошо. Сюда, по-моему, да? Угу. Что, заходи? А, у меня еще скафандр только дадут. Я думал, мы поедем на лифте сейчас. Оделись. Хорошо. Яркий свет. Пролог пройден. Это прям музыка классическая. Ну, ступни персонажа мне прям категорически отказывают показываться. Как ярко. Не видно же ничего. Ну, давайте уже показывайте. О, там что-то есть. Я управляю или нет? Курсором двигать могу. О, мы куда-то идем. Ага. Вот почему у нас. Я не двигался. Потому что я не прожимал конкретно, что мне делать нужно. Ворота какие-то? О, туда спуститься можно наверняка. Это какой-то бункер. Значит, планета не совсем необитаемая. Правда, лестница такая страшная. Очень легко можно оттуда упасть. Что мне в дырку? Тут странная дыра, которая видит глубоко под землю. В глубине что-то тускло мерцает. Спуститься в дыру. Нет, подожди, я рановато. Я прям в каждом углу хочу обойти. Нет, слушай. Вариантов у меня не особо поелезли в дыру. Прям как Silent Hill 4. Я прям должен прожимать, да, эти моменты. Такая каластрофобия может развиться. Забавно. Замок с тремя этими, да, с тремя... Сейф с тремя замками. Тяжелый сейф, обмотанный цепями. Дай-ка угадаю. Три ключа надо найти потом. Вот. Сейчас какую? Я вот от сердца с этой дырки вылез. Сейчас я что-то как-то непонятно. Даже на дыру это не похоже. Национальный флаг. А что это за нация такая? Тёмные изображения береговой линии и острова. Это фотографии? Я не знаю. Тёмные изображения... А, ну... Ладно. Книжечки какие-то. Книги из старой имперской серии. Я почти уверен, что они запрещены. А кто у нас тут запрещеночку-то хранит? Такое ощущение, что какую-то книгу можно достать. Учебники по радиотехнике. Старые и потёртые. Ладно. Книжками ничего сделать нельзя. Может быть, в ящичек залезть? Нет? Компьютер. На экране компьютера ничего нет. Так, надо нажать, да? Вот. Чё-то надо нажать. И... Ни одна кнопка не работает. Старый деревянный шкаф. Серьёзно? Я нажимаю на клавиатуру, она мне говорит про старый деревянный шкаф. Ходи, передатчик. Кажется, он подключён к компьютеру. Так, ну мне, значит, нужно запустить для начала компьютер. А только как это сделать? Ни одна кнопка не работает. Ладно. На столе лежит книга. Кажется, она очень древняя. Она словно зовёт меня забрать предмет. Король в жёлтом. Получен предмет. Король в жёлтом. Книжку дали. Серьёзно? Подготовка к отправке сообщения. Очень странно. Внимание. 39, 48, 6. Подожди, подожди, подожди. Я записать хочу. 39, 4, 8, 6, 6, 1, вот это 70, 24, 326, 0, 1, чего? Огромные воды тайно проделываются там, где хватило бы обычных гор земных. И рождённые ползают, научатся ходить. А цифры-то мне будут давать ещё? Вспомни наше обещание. Проснайся. Так, ну пролог пройден. А чё с цифрами-то? Больше не нужно, да? Ха-ха. О, как хотите. Я думал, их очень срочно надо запомнить и записать. Ладно. Глава первая. Синхронизация, наверное, написана. У меня почему-то такое ощущение, что все цифры, наверное, какие-то, которые тебе дают, на экране все надо запомнить. Потому что они могут пригодиться в любой момент просто. О, отражение, кстати, в игре. Ничего себе. Это такая редкость, кстати, в играх. Туалетные кабинки разной степени ветхости. Я хочу в каждую заглянуть. Помните, у меня в Саренхиле где-то в подобных кабинках у нас лежал дробовик. Я проделал такой большой путь, чтобы найти ее. Теперь повернуть назад нельзя. Ну, видимо, гештальт-офицера мы ищем. Так, а что, в той комнате я больше уже никогда не появлюсь, что ли? Заперто. Сначала мне нужно получить гостевой пропуск на ресепшене. А где ресепшен? К окошку на стойке прикреплена ключ-карта с запиской. Из-за нехватки персонала просим всех вновь прибывших зарегистрироваться в аудитории 4С на северо-востоке. Да, хорошо. Ключ от ресепшена. Получили. Где-то надо, значит, зарегистрироваться. Добро пожаловать на объект Си-23. Серпинский. В министерстве Озон вас отобрали или выбрали для перевода на объект Си-23. Серпинский. Си-23 Серпинский располагается на Ленге, который считается фронтиром Солнечной системы. Это идеальное место, чтобы начать все заново. В нашем престижном училище вы получите новые навыки, которые определяют ваше будущее и станете продуктивным гражданином нашей прекрасной нации. Здесь вы узнаете все о добыче минералов, обогащении руды и производстве снаряжения. И тем самым поможете выиграть войну против остатков империи. Конечно же, обучение – это не просто владение сухой теорией. А и он позволит вам применить полученные знания на практике и заработать. Переживайте за семью, друзей, бывших коллег. Попросите протектора ознакомить вас с нашим планом распределения рационов. Часть ваших рацион-марок будет направляться указанному вами получателю. Что-то мне задается, мне это какая-то бесполезная информация. Давай я вот сюда сначала подойду. Лифт на поверхность, мне не нужно возвращаться. Лифт не поверхность, мне не нужно возвращаться. Я думаю тут опечатка. Я оттуда пришла. Мне нет смысла возвращаться обратно. Она же не оттуда пришла. Ладно, ключ использовали. А там же точно, да, тут же туалет? Да, всё верно. Она же туалета пришла вообще. Закрыто, нужен ключ. За мной камера наблюдает. Правила шести. Не забывайте про правила шести. Никогда не носите больше шести предметов. Частная собственность это привилегия. Карманы должны быть пустыми, а самка лёгкой. Ну, по классике, как у нас было в Resident Evil, слот маленький, предметов много. Думай, что носить важнее. Замок сломан, дверь нельзя открыть. Не знаю, у меня четыре прохода. Закрыто. Здесь тоже закрыто. Мне наверх. А что такое на полу лежит? У меня, если что, оружия даже нет никакого. Сохранение? Сохранение? Точно. Форма сервисной заявки F29. Дата заполнения формы северной сервисной заявки 84-21-4. Полный идентификатор проектор модуля, оформляющего заявку EULR S2309. Реплика. Статус персонал. Департамент зачеркнуто. Полный идентификатор протектора отделения, обрабатывающего заявку. Ладно. Предмет сервисной заявки. Высоконадежный настенный сейф Mountain Toucher. Числовая клавиатура. Местоположение предмета аудитория 4B. Описание настенный сейф в аудитории 24B постоянно сбрасывается к комбинации, установленной по умолчанию. В чем смысл системы передачи кодов по радио, когда наш сейф может раскрыть код из руководства? А какой именно код? Ладно, запишем оба числа. 84, 21, 4. И... Это тоже я запишу. Не факт, что вообще эти оба числа пригодятся. 23, 09... Ладно. Это же не как повращать нельзя, да? Окей. Да, все, я уже видел. Количество сохранений, я так понял, что нет, не ограничено, да? Памятка коды от настенных сейфов. Вот оно. Мне стало известно, что по меньшей мере один работник мог получить информацию о частотах передачи кодов для настенных сейфов протекторов. Все работники, имеющие отношение к этой утечке, должны подвергаться допросам, пока не будет выявлен виновный. Я ограничиваю все радиопривилегии работников до дальнейшего уведомления. Вот, а где? Алло. Да что еще? Веди записи. Ну, спасибо, я вижу, что мне придется очень много какой-то числовой информации в голове держать. Ну, поэтому я храню возле себя всегда блокнотик. Протоколируй все. Запомни, если не записал, этого не было. Получи нужную форму, а в администрации чаще сохраняй свои файлы. Спасибо, капитан Очевидность. Подожди, вон там еще проход. А у нас здесь какие-то ходы были? А, да, точно. Это же основной коридор. Ну, пойдем вот сюда сходим. Господи, еще один, блин. Закрыто. Хорошо. По проходам не бегать. По проходам не бегать. Подумайте о соседях. Все слышат, как вы топаете? А-а-а. Это говорит о том, что я могу, если медленно передвигаться, то значит, меня могут враги и не услышать. Поэтому, если что, ходим аккуратно. Ага, вот и сейф. Ну, давай попробуем. 84 21 4 Нет? Других цифр пока у меня вроде не было. Ну, и как удобненько. Почти все двери закрыты. Катсцена. О, черт. Там, модуль Эстер. Тебе лучше уйти из этого места. Этому объекту конец. Возвращайся, пока не поздно. Я ищу эту женщину. Ты ее видел? Я ее не знаю, но, может быть, она среди рабочих. Тех работников гештальтов направили в рудник, над которым построен объект. Если она жива, скорее всего, она там. Этажом ниже есть лифт. Он идет в рудник. Но, чтобы им воспользоваться, тебе потребуется ключ администратора. Подожди, блин. Я еще тот коридор-то не обошел. Рано, рано, рано. По-моему, я тороплюсь события. Мертвая реплика из серии О.Е. Она в разном состоянии. Биокомпоненты, кажется, инфицированы. Раздулись и выпирают из поврежденной оболочки. Что с ней произошло? Почему она так выглядит? Ну, понятно, повторяет фразу. Так, тут тоже все двери почти сломаны. Почему ее здесь бросили? Блин, ищу коридор. Устройство для просмотра микрофильмов с апертурных карт. Если бы у меня была апертурная карта, я могла бы посмотреть ее содержимое. Так это типа диафильма какого-то, да? Словарь. Реплика. Существительное множественное число реплики. Сокращенное от репликат, копия, биомеханическая лично-синтетическая репродукция гештальта. Биологическая культура, перенесенная в искусственный эндоскелет и заключенная в защитный экзоскелет. Гештальт. Существительное множественное число гештальты. Сокращено от ургештальт. Прообраз, Первообраз, Архетип, Прототип, Личность, которая не является репликой. Ну, понятно, что я ищу своего типа двойника, только человека. А, это зеркало такое. Как вы, тетя? Ну, простая аптечка скорой помощи. Я не могу их использовать. Они не предназначены для реплик. Значит, для людей нужны. Там еще какая-то штучка лежит. Красная. Так, ну. А, подожди. Подожди. Вот сюда еще куда-то можно зайти. А туда нельзя. Тут стул мешает. Все, тогда выходим. Так, значит, запомнил. Там проектор у нас. Хорошо. Теперь мы идем. Здесь был, да? Да. Теперь идем в тот коридор, где мы нашли этого... Как его? Киберга этого. Тетя. Был. Закрыто. Закрыто. Мне сюда. Она мне предлагала какой-то ключ. Тут закрыто. Так. Ключ протектора. Получен предмет. Хорошо. Она еще жива, кстати. Я уберусь отсюда, как только ремонтный патч остановит кровотечение. И тебе советую. Я понятия не имею, кто эта женщина. Но, скорее всего, она уже мертва. Если хочешь пойти, все равно... Если хочешь пойти, все равно желаю удачи. Ну... Мертва не мертва, мы позже разберемся. Фотография сделанная на самопроявляющуюся пленку. Несмотря на плохое состояние, на ней все еще можно разглядеть Алину Сео. Магнитная ключ-карта от комнаты наблюдений. Слушай, есть идея? А что, если мы вот этот вот кусочек пленки осмотрим вот там? Ой, не кусочек пленки, а вот фотографию эту прям положить на проектор? А вдруг? Нет. О. Ну, я хотя бы попытался. Кстати, я прям слышу. Когда ты медленно идешь, ты не так сильно топаешь. Закрыто. Требуется ключ от аудитории. Подожди, а у меня от комнаты наблюдений ключ. Значит, мне нужно какой-то из других коридоров. И еще здесь вот надо какой-то код ввести. Это не то. Кстати, а карта, карта, карта. Это у нас коридор P1. Нет, пока даже идей нету никаких, где код брать от того сейха. Откуда ни приду, все закрыто. Подожди, подожди. А здесь, что у нас тут вообще было? А, словарь. Словарь, что значит и реплики, и что значит гештальт офицера. Не сюда. Вот сюда. А, вот этот ключ. Но здесь же две двери. Как-то надо, типа, может ножом разрезать, где-то потом. Да, ключ я использовал. Что мы здесь полезного можем взять? Только комп. Чик. Меморандум терминология. По приказу Озона объявляю. Согласно последнему постановлению по информационной политике в сфере государственных интересов, GM87 термин какой-то, который в настоящее время используется в разных объектах Озон, более недопустим и в дальнейшем применяться не должен. Объекты и департаменты, в наименовании которых применяется этот термин, должны быть переименованы незамедлительно. Управляющему персоналу поручается вымарать упомянутый термин всех документов и ожидать объявления со стороны Озон, замещающего термина. С настоящего момента применение этого термина в устном или письменном общении рассматривается как нарушение, оскорбление государства и карается двумя циклами с удвоенной рабочей сменой. Возможно, это непросто, но у каждого из нас есть свой долг. Всегда помните, наш язык формирует окружающий мир. Идеальный мир требует идеального языка. Какие-то у них немножко фашистские порядки. Ну ладно. Это все, что можно тут взять? А вот эта штучка... Понял. Второй ящик. Пистолет. Да, да, да. Получен пистолет. А патронов, я так понимаю, к нему нету, да? Забрать предмет. Апертурная карта. Я уже забыл, для чего она нужна. Пользовательское руководство. Полуавтоматический пистолет типа 75 под патрон 10 на 20 мм обладает короткой отдачей. Это надежное и универсальное короткоствольное оружие стало стандартным вооружением протектор-контроллеров Озан. Пользователи реплики, не забудьте сначала экипироваться пистолетом в меню снаряжения, чтобы назначить его своим основным оружием для модулей прицеливания. Чтобы достать оружие, снять его с предохранителя и войти в режим прицеливания. Зажмите. Хорошо. В режиме прицеливания выстрел можно совершить нажатие. Так. Хорошо. Помните, не стоит тратить патроны попусту, поскольку они являются для нации ценным ресурсом. Когда цель будет подстрелена, постарайтесь ее прикончить ударом ноги или дубинке, чтобы сэкономить патроны. Кстати, такая знакомая механика. Ну, прям как Сайлент Хилл. Подходишь, сначала к врагу стреляешь, а потом уже добиваешь ногой, чтобы сэкономить все патроны. Так, это все, что мы можем отсюда взять? Здесь ничего. Терминал заблокирован. Нужен пароль. Где же всех взять-то? Пароли ваши. Фрагмент микропленки. Мне на проектор нужно. Стреляет патронами. Емкость магазина 10 патронов. Все. Поставили. Ладно, будем надеяться, все будет успешно. Куда теперь? Где у нас проектор-то? Я уже забыл. Вот он. А! Ёшки-матрешки. Блин, а можно? Я не готов. Ага, все. Я аж растерялся что-то. Правая Винька. А и быстрей. А как добить? О! Стоп, не ножка моя. Стоп, не правенькая. Я доказал, что она когда-нибудь встанет. Сколько патронов надо на одного врага тратить? Кто еще? Гештальт. О, привет. Это тот, кого я ищу, что ли? Вы же тоже не местная, верно? Я Иза. Иза и Тол. Вам стоит быть поосторожнее. Здесь происходит что-то странное. Не знаю, что здесь случилось, но идти дальше, скорее всего, опасно. Все в порядке. Я понимаю. У меня тоже есть дела. Берегите себя. Надеюсь, вы найдете того, кого ищете. А она прям в курсе, кого я ищу. Так, погожди. Это гештальт, наверное, той тетки, которая там валялась, да? Записка Изы. Эрика, если ты нашла эту записку, чтобы не произошло, я пришла тебя искать. Короче, все друг друга ищут. Да, да, карту давай. Что я должен тут найти? Высоконадежный настенный сейф. Числовой. Этот настенный сейф отвечает требованиям 41 и 43 регламента общественной безопасности Кевсана, представленным, а предъявляемым к техническим устройствам и оборудован прочной стальной дверцей и числовым замком. Производство такое-то. Инструкция по эксплуатации. Введите код на клавиатуре. Нажмите кнопку подтверждения в правом нижнем углу. Если код введен правильно, загорится зеленый индикатор. Поверните рукоятку влево, чтобы открыть дверцу. Чтобы удалить ранее введенные числа, нажмите Е в нижнем левом углу. А код-то какой? Вау, вот первичная настройка. Введите фабричный код, установленный по умолчанию. Еще цифры пишем. 20, 45, 12. Чтобы открыть сейф. Пока дверца открыта, введите на клавиатуре новый код по своему желанию. Нажмите, удерживайте клавишу подтверждения в течение 10 секунд, пока не загорится зеленый индикатор. Так, подожди. Ты можешь свой код ввести, чтобы туда вещи прятать, что ли? Ладно. Я не думаю, что я сейчас буду как-то перепрограммировать код, хотя, в принципе, можно. Это здесь? Да. А то вдруг, по сюжету, кто-то возьмет и утащит мои вещи. 20, 45, 12. Хотя у меня вещей-то нет, что у меня? У меня воровать нечего. Что это такое? Забрать предмет ключ от аудитории, да? Может быть, мне что-то положить? Допустим, фотография. Нет, нельзя ничего убрать. Ой, а вот это что? А к чему тогда они мне писали, что вот, типа, ты можешь перепрограммировать? Ну, зачем? Ключ от аудитории. Сейчас надо все двери проверять. Опа, чуть пропало. Ремонтный патч 2. Ладно. Что он делает? Запечатана одноразовая заплата с клейким агентом для латания поврежденных зон. Со временем восстанавливает небольшое количество здоровья. А, так это аптечка. Как-то можно ее упаковывать? Ладно, она, наверное, автоматически как-то открывается. Патроны отличишь. То, что нужно. Закрыто. Ключ от аудитории. Вот мы нашлись. Какая-то... Так, это ремонтный патч, а здесь патроны. А, ну все. У меня, в принципе, сюжетных никаких этих нету предметов. Сраниться бы надо, чтобы вот это все потом прогресс-то не потерять. Следующее сохранение не факт, что будет близко. Наверх, да. Меня беспокоит, куда тетя это делается. Как-нибудь выскочит из-за столба. Отгрызет мне ногу. Ёпа. Вот любители, а не в дырки попрыгать. Вот прям Саленхилл второй. Безозрения совести скачат куда хотят вообще. В земле есть дыра. Кажется, я могу безопасно спуститься. Да, давай, че уж. Как будто есть выбор у меня. Два врага вижу. Подожди, мне не хочется сюда идти. Закрыто. Закрыто. А там тупик, да? Классика. Значит, пошли драться. Давай, вставай, вставай, вставай. Мертвая реплика из серии Оилле. Синтетическая кожа и волосы на ее голове заменены тонкой влажной сеткой. Несколько деталей полиэтиленовой оболочки отсутствуют, обнажая биокомпоненты. Интересно, как это произошло. Ну, как? Как люди лысеют, так и произошло. А эту она даже осматривать не хочет. Подожди, но у меня же ключа нету. Открывается с другой стороны. Что ж. Да и тут, наверное, такая же дайс-то. А, нет. Можно пройти. Подожди. Может быть, вот эта дверь? Ну, она, скорее всего, с кодовым замком. Хотя нет. Вот этот. Вот это вот встанет сейчас. По-любому. Так, ладно. Тогда мы идем. Сначала все-таки давай в левую сторону сходим. Лифт не работает. Да я уже заметил тут немножко двери. Нет. Он едет, что ли? А этот работает. Подожди, сейчас. Он не открывается. А! Я не хочу туда идти. Рановато. Ну, ключик я возьму. Ключ от сервисного люка. Все, давай, выходим. Лифт, конечно, дело хорошее, но тут слишком много путей. Закрыто. Ключ от западного крыла нужен. Подожди, а что если мы вот к этим грязным кучкам подойдем? Мусорки. Кто-то подсматривает. Ну, может быть и подсматривает. А может быть это все на автомате работает. Кто знает. Ладно, пойдем теперь вот этот коридор осмотрим. Давай, давай, вставай. Не хочет. Ну, ладно. Тоже закрыто. Может быть вот этот встанет, дружок. Эй. Он тоже лежит. Так, у нас вот здесь проход. Блин, как много дверей, а. Ладно, пошли сюда. Это оружейная какая-то? Блоки для отдыха рабочих. На таких объектах подобные клеточные жилые гробы. Это все, что могут себе позволить гештальт рабочие. На стене закреплен качающийся вентилятор. Рабочая униформа старая и поношенная. Подумаешь. Дневник. Протекторы в последнее время очень беспокоены. Они что-то скрывают. Их стало меньше. План нормировки рационов постоянно меняется. Алина говорит, что я выйду пропущена. На них я чувствую их страх, будто испугалась сама. Чего же они боятся? Все, все, все. Фотографии. Я что-то не совсем понимаю. Это у нас как... Это стенка такая, что ли? Да, это стенка. У нас не совсем понял, как комната вообще расположена. Ладно, тут пусто. Все, проход. А здесь проход завален. Это что такое? Ключ. Ну, давай мы его используем. Господи. Такие-то кнопочки, крутилочки. Ой, блин, жесть. Подожди, рано. Форма сервисной заявки. Дата заполнения формы TTT. Полный идентификатор протектора модуля. Охранник помещения. Полный идентификатор. Барит какой-то. Первая страница вообще... Херня какая-то. Предмет сервисной заявки. Химель. Тип D. Автоматическая защитная дверь. Местоположение предмета. Коридор в блоке рабочих А6. Описание. Замок на двери в комнату персонала в А6 снова заклинило. Нужен слесарь. Статус заявки. Не могу найти ключ перезагрузки. Электроники. Я настроила систему вскрытия, но начальство повысило приоритет лифтовых движков, поэтому заняться замком придется в следующей смене. А сейчас можно двигаться только путем проб и ошибок. Найдите меня, если вам нужен ключ, чтобы открыть сервисный люк. Или обратитесь к начальству. Фюнф. А мне сдается, придется мне этот замок самостоятельно ковырять как-то. Чего-то нажать где-то. Открыть. Бережача. Ну, спасибо, что напомнили. Может быть у кого-то что-то в кармашках есть. Так, еще записка. Сегодня мне как-то не по себе. Надеюсь, это не тот новый гриб, который, кажется, распространяется вокруг. Я не могу позволить себе пропускать смены. О, снова. Когда я простудилась в прошлый раз и грохнулась в обморок прямо на рабочем месте, Шторх на заводе устроил мне выволочку и мучил чуть ли не часами. Я несколько дней не видела Эльстер. Надеюсь, с ней все в порядке. В последнее время все больше народу пропадает в руднике. В том числе и реплик. Даже протекторы не чувствуют себя в безопасности. Что-то немного упустил повествование и не помню, кто такие протекторы. Реплики гештальт офицера. Я понял. Что, попробуем эти кнопочки подергать? Ультразвуковой датчик, который крепится к замку, он подключается к устройству взлома. Понятно. Она же никак не двигается. Длину зубцов ключа она может регулировать. А что-то я не вижу, чтобы они как-то двигались вперед, выше, ниже. Так. Нет, это какая-то лютая головоломка. Подожди. В ощущение, что они все время в разное положение встают. Или мне кажется? Тут еще больше нажать не надо. Ага. Она только сюда поворачивается при всем желании. Я понял. Я ничего не понял. Может провода нужны какие-то, чтобы эти кнопки реагировали? Подожди. А вот это тут еще какая-то штучка есть. Ну да, больше тут ничего не сделаешь. Подожди, я забыл уже. Я все обошел, нет? В ощущение, что я где-то что-то пропустил. А, ну, тут я был. Да, вроде все, слушай. Я все жду, когда они встанут. Это отвлекает немножко. Ладно, пойдем на лифте покатаемся. А вот с чего он идет. Сохранение бы мне не повредило. Закрыто. Что, куда поедет? Прикольно. Вертикальная карта Си-23. Рабочий, госпитальное крыло, персонал, протектор, оперативное командование. Блин, я не знаю. Тут, по идее, это надо бы. Как-то по очереди все это дело исследовать. Управление лифтом заблокировано. Вставьте идентификационную карту протектора. А карты-то нет. Да, чик-чик-чик, ничего не работает. Так и что мне тогда? Загадку надо вот с этим замком решать. Да подожди, у меня сейчас голова закружится вообще. Давай на выход. Да, мне кажется, надо что-то с замком делать. Хотя я там вроде все понажимал. У меня, так, ремонтный патч. Патроны. Ну да, у меня даже предметов никаких нет. Ситуация. Ситуация. Я думаю, раз на 20-й, когда мимо будешь проходить, эти ребята будут вставать. Примерно так. Я, может быть, в раздевалках что-то не нашел. Хотя, в принципе, все модули, которые открыты, они на виду. Ну, у них только записки. Еще такого полезного. Ну, пойдем еще немножко замок потыркаем. Нет, так нет. Ну, никак она не реагирует вообще. С помощью кнопок внизу я могу регулировать длину зуба. Не регулируется она. О, поднимается. Слушай. А на сколько ее надо высоко делать? Нет, что-то не это. Так, вот этот надо пониже. Проверяем. Угу. Следующий надо сделать на 3 ниже. Угу. А вот этот надо сделать на максимальную. Вот так. Что-нибудь. Так, тогда второй еще ниже. И третий еще ниже. А еще и первый ниже. На дно. Вот оно что. Решилась загадочка. Закрытый требуется ключ от восточного крыла, а там от западного. Что это такое? Скатулка закрыта. Кажется, здесь нужен какой-то квадратный ключ. Ясно. Будем иметь в виду. Взяла бы шкатулку с собой, к ноге бы ее привязала. Уж этот шума было бы, наверное, много, но тем не менее. Что такое? А, это у нас как раз инвентарь. Чемодан. У меня теперь их два. Сколько у меня этих патчей ремонтных? Или четыре вообще? Не ясно. Ладно, сохраняемся. На этом будем закругляться. Все, сохраняем бюджет. Поэтому, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.